Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмилы, с вами я Артур Идиатуллин. Сегодня мы с вами обсуждаем трудовую статистику по США. Вчера у нас вышел очень интересный, очень любопытный отчет от частного агентства ADP. Оценивает оно рост числа рабочих мест в США каждый месяц. И, собственно, резко повысились шансы, что ФРС начнет раньше сворачивать свои стимулы, раньше выходить от политики дешевых денег. Потому что по такому ключевому отчету, как ADP, мы увидели превышение прогноза в полтора раза. 978 тысяч составил рост рабочих мест в мае, вопреки прогноза в 650 тысяч. Сегодня у нас намечается отчет Non-Farm Payrolls и, конечно же, вот такие вот данные, они резко изменили ожидания и по отчету Non-Farm Payrolls. Собственно, после выхода вчерашнего отчета можно видеть, как сильно рынок отреагировал на эту информацию, насколько эта информация была для него неожиданна. Собственно, вот здесь я привел на графике индекс доллара и доходность десятилетних трежерис. Здесь у нас примерно вышел отчет. И, получается, после него мы увидим вот такую вот резкую реакцию вверх. Повысилась у нас, собственно, доходность десятилетних трежерис. И также подскочил, подлетел у нас индекс доллара. Почему это, собственно, случилось? Почему отчет ADP был так важен? Если вы помните, после апрельского отчета Non-Farm Payrolls, там у нас рост рабочих мест был в три раза меньше, чем предполагали эксперты. Там около 200 тысяч с лишним, предполагали 900 тысяч. После этого, естественно, сформировалась большая неопределенность по поводу вектора движения американской экономики. Непонятно было, она восстанавливается или все, как бы, пик восстановления пройден и дальше мы выйдем на плату или вообще пойдем в снижение. Поэтому, собственно, рынок разделился у нас на два лагеря. Одни из них считали, что был это переломный момент, действительно, Non-Farm Payrolls, замедление роста рабочих мест в апреле, это переломная точка. Все. Дальше выходим на плату, дальше потом будет замедление, которое потянет за собой и остальные экономики. Это все, понятное дело, отражалось на шансах повышения ставок центральными банками. А второй лагерь, он выдвигал такую точку зрения, что вот это замедление роста рабочих мест в апреле, это у нас просто статистический выброс, нужно подождать больше данных для того, чтобы понимать, что происходит. Не нужно ориентироваться на единичные значения переменной. ФРС у нас, кстати, относилась ко второй группе, она также заявила, что давайте дождемся больших данных, чтобы понять, что происходит. И вот, собственно, мы имеем вот такой вчерашний отчет по ADP. И учитывая, что он очень сильно у нас коррелирует с отчетом Farm Payroll, с пятницы, как мы видим, ждать не пришлось, это показала рыночная реакция. Вот этот отчет, это значение этого отчета нам показывает, что действительно, скорее всего, вот этот второй лагерь, который утверждал о том, что это был статистический выброс, что нужно дождаться больше данных. Скорее всего, он был прав, у нас происходит, продолжается экспансия в американской экономике, в полном разгаре продолжается экспансия, и поэтому апрельская причуда в данных, ее можно, собственно, игнорировать. Как результат, мы видим, что после вот этих, после выхода данных, во-первых, у нас доллар, да, сломил, получается, вот этот медвежий тренд, в котором он находился в апреле, перешел в рост. Плюс второй чувствительный, к подобным данным, индикатор доходность трежерис, десятилетних трежерис, вот также можно видеть, что после релиза она попала вверх, был у нас 1.59, вот здесь стало 1.62, попала вверх доходность, в общем. ФРС стремится обеспечить максимальную занятость в экономике, и если у нас, если мы получаем по рынку труда очень сильные данные, быстро рабочее место происходит, то рынок это в любом случае будет интерпретировать как то, что начало ужесточения политики ФРС постепенно приближается, потому что ФРС приближается ближе к цели. Именно поэтому вчера такая эмоциональная реакция рынка, особенно валютного, была на отчет ADP, потому что сильный рост рабочих мест означает, скорее всего, что ФРС у нас может раньше перейти к завершению стимулирующей политики. Я напомню, что у нас 16 июня состоится заседание ФРС, и вот после такого отчета, еще сегодня, конечно, мы посмотрим, что сегодня будет подтвердить он или нет, 16 июня у нас может ФРС первой дать сигнал, что она начинает обсуждать ужесточение политики, в частности, обсуждать завершение программы количественного смягчения, то есть КУЕ. То есть рынок сейчас на это будет настраиваться, в том числе валютный рынок будет на это настраиваться, поэтому у доллара внезапно появляются вот такие вот серьезные перспективы, какой-то вот тренд, да, восходящий получить. Собственно, это видно у нас и из технической картины, если мы посмотрим, вот тут были многочисленные попытки у нас, вот сейчас, в этом получается вот медвежьем тренде доллара, он у нас идет с апреля. Вот здесь у нас были многочисленные попытки пробить вот эту поддержку, это у нас получается в февральский минимум, да, как мы видим. Раз, два, три, четыре мы застукались, ничего не получалось, и вот мы, собственно, во-первых, вот здесь был такой пробой, вроде бы вернулись, но затем мы здесь окончательно ломаем вот этот медвежий тренд, который у нас есть, и переходим в рост. Собственно, если сегодня у нас по non-farm payrolls, если мы получаем какой-то очень сильный, очень сильные данные, очень сильный рабочих мест, например, там 900 тысяч, да, 850 тысяч, 950 тысяч, если вот плюс-минус будут такие значения, мы вот движемся уже сюда. Уровень 91, дальше 91.39, это вот этот уровень получается, где мы вот здесь упирались, не могли вырасти. Затем, если мы видим non-farm payrolls сегодня где-то в районе 700 тысяч, 800 тысяч, ну вот такое вот значение, это примерно уже рынком учтено, потому что данные ADP, учитывая вот как обычно расходится non-farm payrolls с данными ADP, примерно вот такое вот расхождение, оно уже рынком уже учтено. Там 950 тысяч, но тут 700-800, то есть чуть выше получается консенсуса, который у нас есть сейчас с полным фарм payrolls, у нас 600 тысяч. Чуть выше консенсуса, что подтверждает отскок в данных ADP, в принципе, уже вот учтено вот в этом скачке вот здесь, и мы также здесь болтаемся в начале следующей недели, затем ближе к заседанию ФРС, какие-то, скорее всего, попытки роста дальше пойдут после некоторой консолидации вот здесь получается. Ну и, собственно, если мы сегодня видим, что non-farm payrolls совершенно не хочет подтверждать данные ADP, указывает на то, что на самом деле рост рабочих есть не такой сильный, как по касту ADP, это у нас все, что будет ниже 600 тысяч, там 500-450 тысяч, то, конечно же, мы разворачиваемся, вот этот скачок, он гасится, и мы снова возвращаемся к тесту вот этой поддержки. Но я, собственно, склоняюсь к тому, что это у нас маловероятный сценарий, потому что, как показал ADP, детали отчета ADP, другие также данные, в принципе, они согласуются все-таки с тем, что, да, продолжает хорошо нанимать бизнес новых работников, создаются хорошо новые рабочие места, продолжается с экспансией американской экономики, и поэтому отчеты ADP показывают реальную картину, и, собственно, что сегодня, скорее всего, подтвердит non-farm payrolls. По евро-доллару и по фунту у нас также там пробиты вот здесь, как мы видим, во-первых, вот этот восходящий тренд, который долго был у нас, плюс мы пробили вот здесь вот этот горизонтальный уровень и ушли нелю. Собственно, если мы сегодня получаем сильный отчетный фарм payrolls, то вот этот уровень получается, вот этот минимум, мы к нему уже, наверное, будем стремиться, 1.20.50, на следующей неделе мы около него будем консолидироваться. По фунту там та же ситуация похожая, ну, за исключением некоторых таких моментов, мы сейчас находимся вот в этом диапазоне, если мы спускаемся, собственно, сейчас ниже вот сюда, уровня 1.41 получается, происходит у нас здесь закрепление, мы уже торгуемся и целимся на следующей неделе к уровню 1.40.20 примерно, это вот это у нас минимум будет. К этому уровню мы целимся. Если у нас будет, если, соответственно, сильно отчетный фарм payrolls, если там будет очень сильное значение, сильные вырастут рабочие места, мы спускаемся, закрепляемся, тогда вот целимся ниже. Если нет, мы также торгуемся дальше в этом диапазоне. На следующей неделе может проход вот сюда, в сторону 1.41.80, потому что в целом у нас банк Англии уже показал свои намерения, что он хочет ужесточать кредитные условия, хочет сворачивать программу количественного смягчения. В целом он и так был достаточно истребийно настроен по сравнению с тем же ЕЦБ или ФРС в перспективе. Поэтому шансы на укрепление его выше, даже с учетом сильного отчета non-farm payrolls. Но если бы это очень сильное, как я уже сказал, 900 тысяч, вот что-то в этом районе, то вот рассматриваем, скорее всего, тест этого уровня. А так продолжаем в этом диапазоне вот находиться, возможно, движение вот сюда, вот 1.41.80. Вот, так у нас обстоят дела с основными валютными парами, ждем отчета non-farm payrolls, смотрим, как выросли рабочие места и готовимся, собственно, уже после этого к заседанию QRS, которое пойдет 16 июня. Там будет решаться судьба среднесрочной доллара. На этом я завершаю свой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете ставить их под видео. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, если вы хотите увидеть новые обзоры. На этом у меня все. Всего доброго. Торгуйте в проект.